Вопрос о состоянии дорог на территории сельского поселения Развилковская заслуживает особого внимания. Но решить его не совсем просто. Дело в том, что большая часть дорог находится на балансе областной организации МОСАВТОДОР и лишь малая муниципальной собственности. Необходимо будет проводить в отдельных участках ямочный ремонт, где-то проводить капитальный ремонт автомобильных дорог. Но здесь всё надо уже планировать в соответствии с балансом принадлежности. Необходимость строительства дополнительных въездов в Развилку назрела уже давно. Ведь постоянно увеличивающийся поток автомобилей приводит к пробкам на дорогах. Ситуацию обостряет и стихийная автостоянка грузового транспорта вдоль дороги от вне газа до нового посёлка. В связи со строительством новых домов и с тем, что много объезжают пробки на МКАД, утром выехать с посёлка практически невозможно, вечером вернуться на посёлок тоже практически невозможно. Чтобы доехать до совхоза, порой приходится терять 30-40 минут. Безусловного решения требует и вопрос дополнительного устройства парковочных мест. Парковочных мест почти нет. Ни встать, ни проехать. Всё разбито. И ни мест, ничего нет. Недостаточно. Вообще негде. Люди на бордюре останавливаются. Ужас. Полный ужас. Машину некуда ставить. Ставят куда ни попадя. Сколько не занимаются этим вопросом, решить его ни одна власть не может. В развилке существует одна платная стоянка для личного автотранспорта жителей. Но её категорически не хватает. Да и не все могут позволить себе ей воспользоваться. Стоянки платные. Стоит строить? Или они дорогие достаточно? Не будет им пользоваться? Конечно, дорогие. Нужно продолжать. Но не всем это по карману. Цены довольно-таки высокие. Уже в этом году администрации поселения планируется устроить парковочные места на территории внутриквартальных проездов. В этом году порядка, по-моему, 70 мест будет расширение парковки. За счёт, скажем так, уже заложенного финансирования будем проводить такие работы по расширению. Попытаемся ещё, если будет такая возможность, влезть во дворы, найти места. В общем, планируем ещё где-то 50 мест дополнительно будем изыскивать. В посёлке не всегда вовремя производится уборка дорог, что негативно влияет на дорожную ситуацию. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Вуслаева. Видное ТВ.